что друзья всем привет сегодня у нас тихий спокойный день даже тревоги не было вот обстрелов так уже дня четыре может больше видимо 2 армии мира не до нас они сейчас заняты тем чтобы как можно быстрее перетащить на левый берег днепра все что они на мародеры в херсоне вот поэтому ребятки заняты ну а мы так сказать пользуясь оперативной паузой и мы а точнее я свой выходной день решил сходить порыбачить есть у нас тут такое озеро называется срибный килл это в киеве килл потому что он озеро имеет форму как кола она такое продолговато а вот а срибный потому что здесь когда-то давно монахи здесь были прииски и монахи добывали серебро поэтому срибный килл первая точка результата не дала и это может быть даже хорошо я знаю есть такая примета здесь первого заброса поймал то потом уже буду галяк озеро это достаточно интересно и я здесь был весной когда был нерест видел очень крупных карпов которым было абсолютно не до меня вот они тут резвились ну такие торпеды вылетали из латышков что мама не горюй солидная то есть очень приличные экземпляры здесь также я видел летом когда я был здесь дважды видел окуня собственно на него я и рассчитываю не знаю как насчет там по-моему можно стать не полезу там хаще вот не знаю как насчет наличия щуки вот но окуни я здесь точно видел у меня есть поляризационные очки и под водой вы видно было очень хорошо с тайками ходил небольшой вот но он есть что там бомжи спят не мужик какой-то рыбой на удочку также есть лещ я знаю коллега мой с работы ловил вот и принципе есть на что посмотреть есть что половить о отличное место сейчас попробуем тут смотрим пойдет нам такое место нет место тихая яма перекат как там анекдоте потом расскажу попробую покидать бобрики поработали понятно бобры тоже есть кстати по поводу бобра если мне предположение что это проделки того самого экземпляра которого несколько лет назад видели неоднократно жители нашего района он тут шарился по улицам по рынку лазил тут рынок был недалеко по рынку и так далее то есть он тут жил но говорили что он жил на соседнем но там есть еще одно озеро что он жил на соседнем озере не знаю насколько это правда где где он конкретно жил но как видите бобры в киеве существуют где он сейчас мне неизвестно она в партизан и подался вот у нас тут новая локация еще одна есть где стать кстати компания можно тоже стать вон когда-то костер жгли целом здесь неплохо здесь можно стать но не знаю человек человек 4 станет точно было несколько всплеском на воде в том месте куда подошел хищник то ли просыпается засыпает время 3 часа дня не знаю как он его вообще ловится скажем честно я вообще не готовился к этой рыбалке вот просто дома свет выключили вот радио слушать мне уже надоело книжки я уже читал вот ну поэтому я взял себе две вертушки и жменю силикона и пошел рыбачить как-то так посмотрим вечерний эмоцион что ребятки скоро спать вы влетели в теплые края чешешь ты себе там за ухом ну что друзья утки улетели я проголодался скоро уже темнеет вот хотите спасибо всем кто досмотрел аж до сюда ходите чаще на свежий воздух если погода позволяет одевайтесь потеплее выходите дышите свежий воздух вот если у вас есть такая возможность ходить и вы любите грибы собирать в безопасный лес хотя не знаю если они у нас сейчас безопасные вот особенно это касается тех районов где побывали освободители вот это киевская черниговская субская харьковская области вот уже скоро будет освобождена херсонская там конечно же освободители по наставляли после себя очень много неприятных сюрпризов и к сожалению у нас уже были неоднократные случаи подрывов грибников больше швоевать не с кем люди идут собирать грибы подрываются на растяжках взрывается на минах фермеры взрываются такое вот читайте книжки отдыхайте особенно если вы живете в нашей стране то как можно чаще старайтесь отвлекаться это очень помогает это полезно для психики для вашего здоровья поэтому всем желаю мирного неба добра пока до встречи в следующем выпуске в следующем выпуске в следующем выпуске